Прежде всего я хочу сказать, что иногда североамериканские и европейские рекомендации не стыкуются с друг другом и иногда расхождение очень существенное. Поэтому на сегодняшний день я хочу сказать о том, что наконец-то вот в разделе эндопротезирования коленного сустава есть согласие между американскими и европейскими экспертами. Оно опубликовано и именно это стало основанием для этого сообщения. Одна из наиболее часто выполняемых в мире оперативных вмешательств на сегодня, тотальное эндопротезирование коленного сустава, 700 тысяч в США ежегодно и ожидаемый прирост 7,9%. В Европе в зависимости от страны 5,3-14,7% ожидается прирост данного вида операции. Значительно улучшает качество жизни, одна из самых болезненных процедур ортопедических и требует агрессивного лечения боли. Значит цели ведения больных понятны. Скажу только, что есть очень специфические моменты. Это предотвращение падений в связи с двигательным блоком. На это мы обратим внимание во время сообщения. Уменьшение числа инфекций в месте операции. И мы можем на это напрямую повлиять. Как влияет вид анестезии на переоперационный исход? Вот в метаанализе Макфорлейна полторы тысячи больных было. Имеется недостаточно доказательств, чтобы сделать вывод о том, о преимуществе какого-либо метода анестезии по влиянию на летальность количества сердечно-сосудистых осложнений, кроме послеоперационной гипотезии частоты венозного тромбоэмболизма и тромбооза глубоких вен и легочной артерии при использовании тромбопрофилактики. Выбор среди нейроаксиальной общей анестезии. Такой непраздный вопрос. У нас выполняется 400-500 эндопротезирований в год. По сути, абсолютно 100% это спинальная анестезия. То, что касается анализ данных. 250 тысяч больных в США. Риск переоперационных осложнений значительно снижен при использовании нейроаксиальной анестезии в сравнении с общей. Преимущество снижения риска смерти на 83%. Шансов легочных осложнений, в том числе инфекции, ренальных дисфункций и так дальше. Риск инфекции в месте операции в пользу нейроаксиальной анестезии. Смотрите, больший риск на фоне общей анестезии. Сравнивали снижение риска пневмонии системной инфекции. То же самое. Нейроаксиальная предпочтительнее на сегодняшний день. Значит, сенсорная иннервация колена представлена очень сложная на сегодняшний день. Это и вот здесь есть большие инновации. Вот общая тенденция. На сегодня использование от метода, вот слева представлены до 80-х годов, общая анестезия и системные опиоиды. И правая – это местные инфильтрационные техники, это блок канала от дуктора, блоки периферических нервов и экспорель-липосомальный бупевокаин. На сегодняшний день FDA подтвержден, во всяком случае, для блокады этнопротезирования плечевого сустава. Блоки периферической нервы на сегодняшний день – это стандартная, обычно используемая альтернатива, хотя есть вопросы. Они уменьшают переоперационные осложнения, сокращают время готовности к выписке. Значит, ну, варианты блоков периферических нервов очень разные. В свое время, то, кто долго работает, помнят, была блокада бедренного седалищного нерва. Значит, и в такой двойной комбинации очень достаточно неплохо выполнялись операции. И на колени в том числе, ну, если говорить, тогда не было эндопротезирования, восстановления крестообразных связок и так дальше. Значит, на сегодняшний день считается, что добавка блокады седалищного нерва, например, в блокаде бедренного нерва, да, она эффективна, особенно в первые 8 часов, но с большой вероятностью повышает число двигательного дефицита и число падений больных, особенно ранних, после тотального эндопротезирования коленного сустава. Раньше было принято, например, задний блок поясничного сплетения с седалищным комбинировать, чтобы обеспечить полную одностороннюю аналгезию. Еще раз возвращаясь к своей мысли о том, что, ну, нет необходимости использовать двухстороннюю спинальную анестезию, например, при эндопротезировании коленного сустава. Нужно использовать одностороннюю. К сожалению, у нас это на сегодняшний день не стало нормой. У нас среди наших 13 тысяч плановых и ургентных анестезий четверть составляют спинальную. Я помню время, когда их не было вообще, теперь их они составляют четверть. На сегодняшний день, например, ампутация пальца на стопе в условиях двусторонней спинальной анестезии, мое мнение, это нонсенс. Значит, блок канала от доктора. Один из самых часто упоминаемых блоков на сегодняшний день. Причем блокада канала от доктора, посмотрите, сравнение сенсорной иннервации отводящего канала и блока 3 в 1 по ВЕНЬИ отличается, но все показывают эффективную аналгезию на фоне вот этого блока канала от доктора. Причем в некоторых клиниках выполняют его анестезиологи, очень часто выполняют сами ортопеды. Значит, место, где блокируется канал от доктора. Инъекция дисталь небедренного треугольника считается предпочтительной, потому что там есть проблема в блокаде нервус вастус медиалис. Значит, он не блокируется, если использовать его выше. Вот вместо блокады оно отдельно оговаривается. То есть, инъекция в истинный канал от доктора, казалось бы, более очевидная, не будет обезболивать нервус вастус медиалис на сегодня. Значит, слабость в мускуле с квадрицепсом – это общая проблема, с этим связаны падения на сегодня. У здоровых добровольцев блокада канала от доктора снизила силу четырехлавых мышц меньше, чем на 8%, по сравнению с более чем на 49%, если использовалось блок бедренного нерва. Думаю, тут комментарии излишни. Пациенты с катетером канала от доктора при продленной блокаде сохраняли 52% базового уровня силы четырехглавой мышцы через сутки после введения катетера, и только лишь 18% с катетером при продленной блокаде бедренного нерва. Обращаю ваше внимание, это новая проблема местной анестетики – миотоксичность. Выраженная относительно долговременная мышечная слабость из-за миотоксичности была отмечена у трех больных после непрерывного блока канала от доктора. Эти случаи были диагностированы на основании и клинических, и нейрофизиологических данных, и на сегодняшний день представляют расхождение с ранее принятой точкой зрения о том, что миотоксичность местных анестетиков не является у людей клинически значимой. И вот еще одна мировая инновация. Вы помните LAST-протокол, системная токсичность местных анестетиков. Сегодня есть новый протокол LAR. Это реверсивная стратегия прерывания ненужной длительности сенсорного блока. Впервые представлено в журнале Health Science and Development профессор Элдер опубликовал, кстати, при тотальном эндопротезировании коленного сустава развился спинальная эпидуральная анестезия, блок на противоположной стороне, на здоровой. В течение инфузии интралепида, в течение получаса полностью восстановила двигательный и сенсорный дефицит. Сейчас есть еще четыре публикации. Это мировая новинка без вопросов. Есть три блокады верхних конечностей и длительный блок прерывания липофундином, чего раньше не говорили. Поэтому LAR-протокол на сегодня нужно обсуждать. Нужно обсуждать очень пристально. Что предлагают доказательные рекомендации? Спинальная анестезия или спинальная анестезия с добавлением морфина нейроаксиального и блоки бедренных нервов. Проблемы безопасности блоков периферических нервов это маскировка переоперационных повреждений нервов. Это проблема. Факторы риска повреждения периферических нервов это галюс-вальгус, сгибательные контрактуры, предыдущие нейропатии, ревматоидный артрит, использование жгута и так дальше. Местная инфильтрационная анестезия. Самая большая инновация последнего. Это новое старое. Переоперационные инфильтрации и простые техники оказываются не менее эффективными, чем блоки периферических нервов. Значительно более сохранные больные, нет двигательного дефицита. И на сегодняшний день метаанализы показывают их преимущество. Вот сравнительная эффективность местной инфильтрационной анестезии повышает все. Превышает плацебо, превышает комбинированные блоки периферических нервов и блоки, например, бедренного нерва с КПА-морфином. Значит, вот один из недавних анализов. Местная инфильтрационная, переартикулярная простая анестезия местными анестетиками обеспечивала лучшую аналгезию, чем региональная блокада в покое, предохраняя функцию мускулес-квадрицепс. Вот то, о чем я вам говорил. Это доктор Гатсден на Нью-Йоркской школе региональной анестезии в 2017 году показывает использование местного липосомального бупевокаина при эндопротезировании плечевого сустава. И вот FDA буквально две недели назад подтвердил его использование для местной инфильтрационной анестезии. Пока у нас этого нет. Методы инфузии в катетер. Это техники не новые, но не так широко используются на сегодняшний день. Системная аналгезия. Скажу только то, что на сегодняшний день нужно рассматривать область хирургии. И вот в частности, например, ортопедия, обратите внимание, если мы говорим о использовании парацетамола, будет значительно более эффективна, чем, например, экстракция зубов или операция в челюстно-лицевой хирургии. Тому есть много подтверждений на сегодня. Парацетамол, как базовая аналгезия, при эндопротезировании в ортопедии является очень эффективным. Работает он по максимуму уже через 25-27 минут. И поэтому на сегодняшний день является базовым препаратом, как компонент мультимодальной аналгезии. Кстати, ортопедическая хирургия – это очень угрозоопасный в плане развития хронической послеоперационной боли раздел. Поэтому мы должны в первые 24 часа агрессивно контролировать боль. Поэтому и мы придерживаемся рекомендаций 2015 года, acute pain management – это последние рекомендации по введению системной аналгезии. Поэтому на сегодняшний день нужно сказать, что там, где не используется региональная анестезия, внутривенные формы парацетамола являются очень эффективными. И на сегодня базовыми. Причем гепатотоксичность – это надуманная проблема, потому что мы должны выбирать больных. Там, где есть повреждения печени выраженные, естественно, он не показан. И вот я выбрал метаанализы последние по внутривенному парацетамолу и тотальному эндопротезированию коленного сустава. В мультимодальных протоколах он показывает свою эффективность безоговорочно. Причем количество больных, которые достигают аналогетической концентрации пороговой – 96. По сути говоря, практически абсолютная эффективность. И вот было проведено очень большое исследование. Это совместный конгресс был ЭРАС «Общество и общество доказательной медицины». 144 тысячи больных из 600 клиник были на основании базы данных. Оценивали стоимость терапии исключения внутривенного парацетамола при данном виде операции и переломе бедренной кости ургентной операции. И показали, что снижение общих расходов имеет место на лечение и специфических расходов, связанных с побочными эффектами опиоидных аналогетиков, как то респираторная депрессия, избыточная седация и так дальше. Вот Евген Вискузи показал, что это переоперационный подход с балансированной аналогезией при тотальном эндопротезировании коленного сустава во всех группах пациентов, возрастных, при снижении почечной гламирулярной фильтрации, нарушении функций печени умеренной и даже обструктивном сонном апноэ, базовым является внутривенный парацетамол на сегодняшний день. Поэтому нужно сказать, что еще одна большая группа больных, как СИБы, которая используется как добавление к ним. Значит, современные программы по предотвращению падений должны разрабатываться в каждой клинике, там, где выполняется данный вид операции. Почему? Потому что критично ранняя физиотерапия и функциональная разработка сустава, потому что если образуются ранние спайки, вся операция, она, скажем, сводится на нет. Поэтому качественная аналогезия – первоочередная задача во время физической терапии. И стратегии снижения риска падений на сегодня. Они есть медицинские, профилактика делирия, питание, минимизация лекарственной поддержки, физические, постельные поручни, снижение уровня постели по отношению к полу, доступ к свету, звонку и так дальше. Обучение медработников в отношении непрерывных блоков периферических нервов, которые, я уже говорил, сопряжены со слабостью мускулюского дрицепса. Это физиотерапевты, медсестеры и так дальше. Поэтому снижение риска падений – это и выбор местного анестетика, и минимизация дозы. Помним, что доза, а не концентрация или базальная скорость, определяет эффекты непрерывного блока. И вот несколько метаанализов 2017 года по послеоперационному обезболиванию, которые показывают эффективность комбинированных стратегий. Как то? Блокада канала отдуктора с переартикулярной инфильтрацией, региональные блоки, блок бедренного нерва с седалищным, кстати говоря, в данном случае, блоки нескольких нервов лучше, чем одного, и блок бедренного нерва не уступает, например, эпидуральный в плане ранних аналогетических эффектов. Поэтому заключаю свое сообщение. Тотальное эндопротезирование коленного сустава – одна из наиболее болезненных операций. Нейроаксиальная анестезия имеет преимущество все-таки над общей по разным моментам. Риск падений значительно повышается при продленных блоках периферических нервов. Блокада канала отдуктора должна выполняться в бедренном треугольнике. Для снижения риска падений важен выбор местных анестетиков, дозы и отсутствие адювантных добавок. Операции и блок периферических нервов сопряжены все-таки с риском нейропатии. Местная инфильтрационная аналогезия – новый эффективный подход к многокомпонентному обезболиванию. Среди системных аналогетиков наиболее доказанные стратегии представлены. Спасибо большое. Спасибо, Юрий Юрьевич. Вопросы, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует...